Всем привет, друзья! С вами Фанатик, это игра Age of Wonders 3 часть, и я продолжаю свой путь к Славе. Не знаю, к Славе или к поражению, тут очень сильные отряды бегают, 4 отряда, и еще к тому же там, блин, достаточно серьезные такие противники. Так что я не уверен, что у меня тут получится как-то что-то вывести. Вулкан интересный, мне просто нравится это место. Вот здесь надо бы хотя бы попытаться уничтожить вот эти два спавна, посмотреть, куда вот эта ерунда ведет, и здесь разведку провести, башню вот эту разведывательную нужно посетить. Я, конечно, мог бы вот этим побежать, но я не уверен, что здесь нет никого, меня не встретят. Вот эти ребятушки, конечно, могут мне помочь защитить город, тем более построится, как сказать, стенка, и, соответственно, мне нужно еще реаниматоров нанимать. У них, кстати, сразу ветеран, ветеран, у ветеранов похитить чары, дополнительный урон, даже два дополнительных урона за ветерана, вообще хорошо, то есть у него будет 6-6 черные стрелы. Это хорошо. И плюс сейчас изучается для реаниматоров дополнительные особенности, малая реанимация нежити и лечение нежити приобретают способность. Это будет очень мощно. Сейчас он только лишь... Подожди, у него лечение и так есть. А, нет, это у меня все боевые единицы поддержки приобретают лечение нежити. А реаниматоры именно воскрешение приобретают. Вот оно чего. Ясно. Ну и тут завершить ход. Стенка завершена. Хорошо, будем как-то обороняться. Здесь надо хватануть золото обязательно. Давай, 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 золотишечка мне. Карликовая комета. Производство увеличивается на 40%. Блин, тут какие-то бусты рандомные появляются, слушайте. Ты слышишь, как кто-то или что-то с большой силой бьет веткой о ствол дерева. Звук доносится с гор. Опа. Нежить прибежала. Ну вы... Ай. Любители. Я только отсюда слинял. Сразу напали. Вот так вот. Сейчас еще и город мне сломают, скорее всего. Паршивцы, блин. Но это... Не скелеты. Может быть, они, конечно, город не сломают. Тут есть реаниматор. Он поднимет кадавров еще. Потерянные души. Целая пачка. Вряд ли у меня получится тут что-то сделать. У них сопротивление льду, да? Я так понимаю. 40%. Охренеть. Эти ледорезы... Пизой практически не бьют. Ладно, что... Что я могу сделать? Да? Тьмы. Луч смерти. Огненный шар. Огненный шар. А реаниматор сам себя полечит. Правильно? Правильно. То есть его нужно двумя огненными шарами сразу же убить. Ну и ладно, подходите. Или кинуть огненный шар, а потом на него наброситься и забить его палками, мотыгами или чем-нибудь. Сработает на вас ледниковый тотем. Хотелось бы, чтобы у них снизилось... Снизилось... Замерзший, застывший кто? А реаниматор застывший, правильно? Да, у него снизилась защита от льда. Это хорошо. Стало 20% всего лишь. И характеристики немножко понятились. Ладно, бросай. Не застыл. Бросай. Не застыл. Обидно. Лечение потрать, пожалуйста, на душу. Аниматор. Чтобы тебя можно было убивать. Проблема в том, что эти души пролетают спокойно сквозь стены. Стены мне здесь не помогут. Физическая защита снизилась. Попытаться отойти. Такой себе, наверное, вариант. 16% шанс заморожен. Он прям совсем замерзнет. Ну да, полностью может замерзнуть. А этот вообще не может замерзнуть. То есть только реаниматора. Ну давай реаниматора тогда бросай. Есть. Два хода он не представляет опасности. В таком случае надо его... Не разморозится ли он после огненного шара? Хе-хе-хе-хе. Не хотелось бы такого. Ладно, давай. Нет, все еще замерзший. Не разморозился. Такую. Лабынс. Ну и сейчас они ворвутся. У них урон не очень мощный. Ну как не очень мощный? Духом бьют. Хрена себе вы бьете духом. Слабый живут хростлингов. Остывший. Ну, реаниматора нужно добить. Все. С этим разобрался. Вот здесь. Бросок. Ну, этого победил. Ну, а дальше мне уже ничего не светит. Ману я все потратил. Пам-пам-пам-пам. Пара-рам-пара-рам. Ну, атакуй. Бам. Труп. Нариспавнились. Еще минус два бойца у меня. Дурацкие нейтралы. Как же вы меня раздражаете, а? Беги. Что, не сломали пока что ничего? Пока что не сломали. Но нужно забирать. Нужно забирать. Нужно вот это вот тоже независимый отряд убивать, чтобы производство было знание. Знание нужно важно. Стенка есть. Здесь 29 золота уже дает город. 29 золота. Это, конечно, хорошо. О, кстати, производство поднялось. И я теперь могу за один ход белых ведьм делать. Авианиматоры все равно два хода. Блин. Блин. Ну, нужно будет тогда белых ведьм делать. У них хотя бы ледяное пламя даровать. Кара есть. Застывание вызывает. И будет лечение нежити. Это нормальная тема. А пока что... Кого мне? Налетчиков буду делать. Налетчиков. Мне нужна армия. Хоть какая-то. А, я понял, почему белая ведьма производится за один ход. Потому что производство увеличено на 40%. Карликовая комета. Нет, тогда давай гвардейцев. Гвардейцы все-таки получше. У них клятва о защите есть. У них первый удар есть. И здоровье по полям. Буду их нанимать. Где-то выигрывает бой. Но он там чистит, чистит, чистит все. Захватывает город. Пока захватывает... У меня есть немножечко время. Это серьезная ошибка. Твоя империя будет разрушена. А, то есть они город захватили. И теперь кричат, что я... Злодей. Так, еще один бой выиграл. Нарушены границы. Осталось 4 раунда здесь. Этим отрядом надо бы сходить. Но без героев сложновато будет здесь что-то делать. Сам-то делят. Душа. Здесь где-то в горах какой-то вой. Треск, виск. Вон там уже город этого засранца. Но мне в любом случае нужно разведку проводить. Этим отрядом я мог бы забрать свой город назад. Но... Тут нападут, если будет плохо. Здесь копейщики пока что тут нет. Ладно, давайте попробуем. Все-таки. Я так сделать. Здесь буст. Пойду пингвинов прогоню. Сам город мне, конечно, немного чего даст. Но, тем не менее. Завершить. Еще дракон летает, захватывает города. Из клана Брага. То есть тут сразу два клана. Один здесь, другой здесь. Скорее всего, какой-то город. У него вот этот вот. Как предполагаю. То есть сюда вылазить мне вообще смысла нет. Надо как-то от обороны играть. Беги. Беги. Самостоятельная битва. Прогнать этих гаденышей и уничтожить кладбище. Эти дурацкие задолбаляне. Этими отрядами постоянно спамят. Не дают мне разбиваться. Постоянно захватывают. Я теряю ценные ходы. Мои враги развиваются. А я нет. Из-за этих поганцев. Кстати, острыми камнями тоже можно. Лишить хода на самом-то деле. Но у этих сопротивлений. А реаниматора я уже победил. Теперь надо подходить поближе. Давай сваняра. Не ты. Ты. Есть теперь очарование. Надо, наверное, очарование передать стражу вот этому. У него какая-то хоть способность была. После боя я, пожалуй, так и поступлю. Кадавр. Иди сюда. Надо, чтобы ты прокачался и получил воскрешение. Вызвать страх уже у баньши. Тоже очень мощная способность. Что? Вы не будете на меня нападать? Вы офигевшие, конечно. Придется мне свои же стены ломать. Не хотелось бы мне этого совсем. Ладно, если что, можно будет одного поднять. Бойца. Мамонт мой прокачался. Что-то элита стал? Да. У тебя теперь инерция удара. Это классно. Здесь добивай душу. Качайся. Есть до четвертого уровня повышения. Это хорошо. Лечение же откатывается, правильно? Нет. Только один раз за бой. Тю. Тю фигня какая. Ладно, а можешь ты... Сожрать труп духа? Нет. Не может. Жалко. Очень даже жалко. Атакует тогда. Тоже разобрался. Подходи поближе. И ты поближе. Ну как-то вот так. Запинали кадавра. Ну... Поднятие нежити. Оп. Опять. Есть повышение. Перебрянная медалька. Дополнительное здоровье. Ну что? Ты уже повысился, в принципе. Теперь мамонт. Хоп. Хоп. Все. Забираю я город назад свой. Здесь очень мало золота. Слабенький город, конечно. Можно святилище построить. Темная башня. Давай темную башню. Пока у нас комета. Темная башня нужна. Темная башня важна. Ну и теперь нужно уничтожить это дурацкое кладбище. Тут повышение, я так понимаю, да. У тебя повышение, значит... Защита от шока, защита от яда. Это персональное. У тебя что? Уязвимость только для льда. Блин, мне бы защиту от огня на самом деле. Искусство друида можно приручать животных. Есть сытный обед. Это живых лечить. Не очень это полезно. Интересно, если я его превращу в нежить, что он будет? Его изменится все вот это вот. Можно получить защиту от холода еще на всех. И защиту от яда. Давай защиту от яда на всех повесим. Где сопротивление от яда у тебя? Прикаруешься? Защита от яда 100%. А, у них и так по 100% было что ли? Я что-то не понимаю. Ладно, если будут снижать защиту от яда, то... Здесь только 20%. Почему-то не работает. Все боевые единицы должны получать. Почему не получают? Я тут не понимаю. Ладно. А тебе нужно дистанционный бой прокачать. Так. Дальше я скидываю артефакт на землю. А ты этот артефакт поднимаешь. Будешь соблазнителем. Гвардейец готов. Хорошо. Хорошо. Пусть дальше производятся гвардейцы. Нарошены границы владений. Но этот дракон дурацкий летает. Здесь посмотрим, что происходит. В горах этих. Йети. Эти благородные существа, похоже, рады подчиниться нам. Это отличный подарок и добрый знак. О! Реально? Два йети под гонщик. Ммм. Отлично. Какие молодцы. Это мне поможет. Это мне очень даже поможет. Ну, этого, наверное, духа я отправлю дальше на разведку. А Йети нужно вести... Защищать города мои. Это нужно тоже зачистить. Золото было. Золото сильно не хватает. И бегим. Город нужно свой забрать назад. Долбаные пингвины здесь сидят. Настоятельный бой. Отобрали у меня, блин, шахту. И сидят довольные поганцы. Мне нельзя терять столько золота. Вот. Постоянно. Когда всего 10. И сам город сколько-то? 6 дает. Но, тем не менее, он же дает. Мне надо армию содержать. Армию нанимать. Строить здания. Не буду, блин, первыми бомжами воевать постоянно. Меня быстро размажут по стенке. Если я так буду поступать. Ну что, выходите. Удовые трусы. Не хотят выходить. Давай орк в атаку. Тут воскресить я никого не смогу. Хотелось бы без потерь разобраться. Но, мне кажется, не получится. Что вы будете выходить? О, пингвины побежали. Молодцы. Хорошо. Не придется на стенки лезть. Так, теперь гарпунер. Подходи ближе. Кидаешь гарпун вот этого крайнего. Обездвиживание. Два хода. Все. Этот не опасен. Значит, надо остальных бить. Здесь буст. Заходи отсюда. С центра. Бам. Бам. Хорошо. Теперь. Еще один гарпунер. Сюда. Бросаю гарпун. Нет. Защитился. Ты заходи отсюда. Атакуй. Это их не вампиризм. Тоже мне. Но здесь нужно просто ближе подойти. Вот так вот. Ну и здесь. Нужно атаковать, чтобы он потом не мог другого бить. Качиваются жуткие эти пингвины. Можно, конечно, помочь магией. Бить вот этого. А вот этого можно убить. Бах. Бах. Атакуй его. Да-да-да-да-да. Ты вампир настоящий. Мы тебя сейчас толпой задавим. Добить тебя нужно. Все. Жикардос. Бросай. Есть повышение. Пропуск. Ну а теперь забрасываю. И соответственно отрываюсь. Нет. Ты иди сюда. Перекрытие мне не нужно. Осталось только лишь добить. Атаку. Оп. Первый удар. Все. С дурацкими пингвинами разобрались. Гарпунеры немножечко апнулись. Знания. Все дела. Отлично. Здесь у нас можно налетчиков нанимать. Гарпунеров тоже можно нанимать за один ход. Но они такие слабенькие ребятушки. Я их не прокачивал на здоровье. Поэтому лучше налетчиков брать. Либо что я могу здесь построить. Такого интересного. Можно забустить ману. Можно гвардейцы, мамонты, мамонты-гвардейцы, мамонты-гвардейцы. Кстати, насчет мамонтов. Сколько мамонты нанимаются? Все мамонты вообще? Походу нет. Мамонты долго нанимаются. Не хватает. Ой, не хватает. Башню некроманта построить. Чтобы реаниматоры хотя бы были. Давай башню некроманта все-таки. Пока комета, три года еще. Построится башня некроманта, а потом святилище еще. Да, давай вот так. Мне мана нужна. За счет маны можно будет что-нибудь сделать. Как-то я получил назад. Здесь что? Здесь 20 маны. Ой, 20 маны надо. А еще дозорную башню было бы неплохо взять, чтобы видеть, что здесь происходит. Но это я подумаю насчет этого на следующий ход. А сейчас, сейчас. Мне нужно заняться уничтожением вот этих гадов. Завершаю. Исследование завершено. И город захвачен. Все, этот идет на мою землю. Паршиво. Исследование завершено. И аниматоры получают способность. Поддержка получает способности. А некромантов, банши пока что мне не интересно. Какие-то камнепад. Кстати, камнепад достаточно сильный. 24 за 15 маны всего лишь. Нельзя. Нет. Некромантия. Некромантия однозначно. Некромантия. Мне нужна мана. Больше маны. Раз он уже сюда влез. Мне нельзя здесь оставаться. Это я отменяю. Не вариант вообще. Давай беги сюда. Через горы побегу в столицу. Возьму на следующем раунде быстряночку. И, соответственно, в столицу буду возвращаться. За один ход он не должен добежать до меня. Тут захватывается все. Армия ждет приказов. Так, ты давай разведку проведи мне. Кто у него тут? Город хорошо отстроенный, конечно. Все горит. Там все дымится. Йети-йети. Там дракон где-то носится. Тоже Йети потерять просто так не хочется. Стойте, вы пока что здесь. Дела. Дела, дела, дела. Что ж мне делать? Как мне быть? Куда мне податься? Здесь захватывают город. Здесь постоянно спавнится нежить дурацкая. И тут. Тут. Ну, пятерых будет сложно. А вот и аниматоров, я думаю. Размотаю. После этого. Так, это равнины скорби. Многие погибли здесь во время твоей войны против содружества. Похоже, именно здесь недавно действовал какой-то безумный лич. Ты должен уничтожить его круг и кладбище. И добавить силу его башни к своей. Так, да, я не против совершенно. Силу его башни к своей добавить. Это прям что нужно. О, даже с ними сражаться не надо. Шапка на две защиты. Дополнительная мана. Подожди. Тут сопротивление. Урон животным. Не, давай вот так. А эту я сбрасываю, одеваю второму герою. Блин, быстряночку бы дотянуться. Ладно, давай ты возьми быстряночку. Потом разведку. Ну да, там город вражеский. Все понятно. Здесь тоже не дотягиваюсь. Ладно, беги сюда. Надеюсь, тут нейтралов каких. Да, паршив. А-а-а-а. Тут еще и не так все просто. Тут, чтобы башню захватить обзорную, надо постараться. Ясно. Ладно, двигайтесь сюда. Я могу не успеть назад, конечно, вернуться. Захватить равнины скорби. Мне предлагают. Это не так важно. Нужно по пути грохнуть. Вот этих вот ребятушек. Тут, кстати, пещера. В пещере может быть что-то интересное. Опять же. Меня вот это сильно беспокоит. Сейчас припрутся стопудово. Здесь завершено. Значит, начинаем производство. Одного реаниматора. Что такое? А, там ходят пока что. Две темные башни некроманта у меня. Завершено строительство. У меня денег нету. На такой степени все плохо. Да, с деньгами прям какая-то напряженка. То есть я не смогу защитить никак. Этот город. Башню для кого-то построил. Ты возвращайся. Нам нужно столицу уберечь. Это самое главное. Это самый отстроенный город. Получается последний ход. Еще одного копейщика найму. Здесь ждите пока что. Значит, что я могу? Что я могу? Ни хрена я здесь не могу сделать. Конечно, откровенно. Можно, в принципе, вот так. Потом ворваться. Размотать вот этих вот ребятушек. Потом попытаться взять бостояночку. Мне кажется, не получится так. У меня уже ходы кончились. Но в любом случае мне нужно прокачивать героев. Почему ты только третьего уровня? Я тебе не взял повышение разве? Взял, по-моему. Или он только третий и получил? Так, этих надо очаровывать. Соблазнять. Соблазнять дальников каких-нибудь. Вот этих с ульем, например, ребятушек. Давай, подскакиваешь ты сюда. Делаешь соблазнение. Нормально. Нормально. Атакуешь сразу вот этих соседей. После этого Врывайся, мамонт. Бэм. Это уже Баньши. Ну что, я не добегаю? Не добегаю ни хрена. Соблазненного, скорее всего, убью. Ну и ладно. Кадаврик еле живой. Тебя давай подлечим. Есть повышение. Хорошо. Пятый ранг. Это мне нравится. Что буду делать? Своих же бьют. Все ясно. Все понятно. В таком случае надо поднимать еще одного кадавра. Воскрешение, я так понимаю, на мертвых только работает. Своих. Давай подходим. Нельзя, да, применить к цели. Поднимаю кадаврика. Атакую. Добиваю. Есть такое дело. Теперь ты мне поможешь атаковать вот этих вот ребяток. Здесь возвращайтесь назад. Бегите сюда. предводитель прокачался до пятого ранга. Хорошо. Бич сил добра. Все боевые единицы получают приспешник порока. Приспешник порока. Контролировать нежить. Пытается взять под контроль указанную нежить. Блин, это тоже мощное. Давай контроль нежити. Еще способность сожрать труп. Полечиться самому. Тоже хорошая особенность. Сопротивление яда не буду пока что брать. Контролировать нежить мне как раз сейчас вот здесь пригодится. Лучников бы мне каких-нибудь. Эх, лучников взять. Так. Ты. Чего? Прочь, мерзкий предатель. Как ты смеешь нарушать естественный порядок вещей и традиций фрослингов. Наши предки заслуживают уважение. Ты угроза для всех фрослингов. А потому сгоришь как еретик в моем божественном огне. Как бы я понял, что это уже там захватываешь мои города. А здесь всего лишь один чувачок серьезный. А ну, ети. Давайте. Давайте. Сейчас мы город у него захватим пока он там ходит. Мои захватывает. Я, в принципе, его прокачанный город смогу забрать. Но одной душой я ничего не сделаю. Увы и ах, здесь все-таки проповедники. У них изгнание нежити есть. Защита от льда. Блин, они, конечно, противные. Они фрослинги и проповедники при этом. против меня. Так, а ну, давай назад пока что. Пока что назад. На следующий ход, если добегут мои ети, получится захватить, будет классно. Это там усердно захватывает. Знания, конечно, теряю, но ничего страшного. Все, теперь завершить ход. Тут что, мне денег сколько дает? 12 золота, маловато. Маловато. 60 золотых у меня в казне, 60 приход. Очень мало. А маны я могу какой-нибудь подмутить? Или знание, например. Знание 6, там, бессмысленно. Понял. Бессмысленно, откровенно. Так, давай. Добегаешь? Да. Отлично. В таком случае вот так, вот так. И делаем врыв. Блин, тут замаскировались, ты гляди. Но я все равно буду пытаться забрать город. Силы примерно равны. Давай. Давай, 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 это нужно сделать. Это нужно сделать. Там копейщики. Есть у них улучшения или нет на вампиризм? Нет улучшений на вампиризм. В принципе, их и не может быть. Он сейчас огненными шарами меня будет забрасывать. А, он уже убил душу. С первого же огненного шара. Ладно, я понял. Этот гарпунер меня еще беспокоит. вы вообще что? По стенкам не лазите. То есть, мне нужно защита от льда у них хорошая, вот уязвимость для огня 20%. Если у него еще много огненных шаров, это проблема. Давай тогда пойду к этим воротам, а этим пойду вот к тем воротам. Без два хода воскреснет. Я еще тоже могу огненным шаром в принципе накидывать. Карпунеров убить. Они не самые сильные. Двумя кастами я его уничтожу. Давай. Па. Если мы уже взялись огненными шарами кидаться, в эту игру можно вдвоем. Бэм. Все. Ну а теперь нет смысла разделяться, поэтому давай подходи сюда. Ты. Сюда. Все. Магии у меня больше нету. Буду как-то пытаться врываться. Здесь душа восстала. Второй раз если сдохнет, то все. Хана. Но как минимум первую атаку я могу сделать. ее даже вампиризм изменить. Тогда лучше не первую атаку, а вторую. Чтобы она могла подвампириться. Вырываюсь. М. М. я конечно в невыгодном положении здесь. Проход только один. Ладно, беги сюда. Так. Попытаюсь с двух сторон. Скорее всего они сейчас рвануть сюда. Битва один на один будет опять же тоже. Блин, ну критически ну какого ну эти сильнее намного сильнее. Прямо намного сильнее чем копейщики эти ледяные. Нет? Давай добивай. Оба на. ха-ха-ха он взорвался блюд. Ах ты гаденыш. Какого фига ты взорвался там вообще? Так, этого Йети нужно отводить. Если по-хорошему. Блин, попытается его убить. Ну да, блин. Подорвался. То есть отбегать вариант не самый хороший Йети скорее всего потеряю. Давай заходи. Ну, еще чуть-чуть, еще немножко. 29 здоровья, у этого, блин, еще до хрена хп. У него физическая атака в основном. Нет, наполовину, но все равно. Физическая есть, давай. Наражение, повышение, молодец, держись. держись из последних сил. Должен добить, давай. Выжил, Йети? Ха-ха-ха. Ха-ха. Отлично. Отлично. Моя королева. В бывшей столице Филика мы нашли доказательства его связи с Тигранами. Судя по этим донесениям, их культ Яки уже захватил половину Бриски и превратил ее в пустыню. Моя королева, твоя сестра Элли, мне больно говорить тебе об этом, но похоже, она была агентом Филика и сотрудничала с Тигранами. Элла? Так вот, значит, где она? Значит, она убежала по своей воле? Спасибо, Арвик. Равлар, как это неудивительно, но похоже, твои слова оказались правдой. Тиграны идут сюда. Я хочу, чтобы ты пока оставался с Арвиком. Расприи между кланами должны прекратиться. Нам нужно объединить Фростенберг, чтобы они могли противостоять этим Тигранам. полностью полностью согласен. Ну, теперь сидите в городе. Присоединить Фростенберг. Фростенберг. это заселить живых. Город Гулий сделать. Отпустить в качестве вассала. Что здесь вообще построено? Есть гвардейцы, есть мамонты. Так, зал строителей, казармы, каменные стены, лаба, святилище, военный зал. Зал всадников, две небесные палаты. Ну, небесные палаты мне ничем не помогут. Участие города очень расстроен, прям капец как расстроен. Не любит гибельный подземный. Я понял, короче, давай делаем город Гулий. Делаем город Гулий. Здесь можно взять что? Мерть во взрыве можно взять. Огненный плевок можно получить на следующий бой. Давай-ка возьми. Если они попытаются забрать огненный плевок мне очень даже поможет защититься. Тут телепорт куда-то ведет. Куда-то ведет. Куда-то ведет. Ладно. Это очень даже хорошо получилось. Он всю армию получается на меня отправил. Здесь я беру вот и беги. Легендарная сокровищница был мне зачистить, конечно. Я немножко не добегаю. Придется сразиться с вот этими берсерки. Берсерки поганцы очень сильные. Очень сильные берсерки. У них удар схода есть. Защита ото льда еще. Фростлинг один из них как минимум. Второй нет. Ну давай-ка уничтожим тебя все-таки. Подожди, не атакуй. А где вот этот гуль не добегает? Тогда атакуй. Весьма вероятно победа. Да конечно весьма вероятно. наверняка будет победа. еще и проклятие блин. Ой проклятие вообще не в тему проклятие. Не посмотрел я что есть проклятие. С проклятием будет не так просто. Мамонты получили дебаф. Хотя они даже под дебафом смотрите как вот этот элитный мамонт 10 10 а вот теперь отнялась сначала 12 и 12 показывала теперь 10 10 этого прям совсем тут ужасный наложено проклятие попытаться соблазнить вот этого гоблина с вертелом он тут самый слабый в принципе шанс соблазнить его достаточно высок я думаю не доплевывает если я побегу одним его убьют скорее всего кодаврики гаврики кодаврики давай-ка лети сюда значит баньша будем делать крик отчаяние у всех сломленный дух офигенно все раз сломленный дух тогда ты побегаешь сюда делаешь очарование 84% шанс очень хороший со сломленным духом мамонта ну а теперь мамонт сюда второй мамонт ну куда-нибудь вот сюда так ты подходи ближе и немножечко уязвимость для яда у этого защита ото льда 60% урон тут закрыто одинаковый ладно атакой вот этого оп оп пропуск посмотрим что вы предпримите ага побежали своих же мутузить я понял все хана ты завязывай героям мутузить мамонт в спиняку лабинс откис так кадавра что я не дотягиваюсь блин как же так как же так ты давай с луком фигачил пам пам хорошо души сзади заходи есть такое дело теперь побегай сюда поднимаю кадавра и атакую спину отлично есть такое дело 27 маны маловато хотелось бы больше маны на следующий ход нужно будет врываться ман 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 и попытаюсь еще починить нежить получил эту способность правильно до контролировать нежить как надо здесь уже денег ни хрена не прибавляется да с деньгами у меня полная задница просто полнейший этот дракон еще дурацкий летает меня сильно смущает тут почища этих бегает захватывает мои города как мне это не нравится комета закончилась денег нету нанять я уже не могу фростенка гвардейца не ведьму никого ничего есть два стака принципе двумя стаками можно попытаться пойти взять вот здесь боевой дух благословление короля и попытаться забрать свой город назад не знаю сколько там противников конечно разведку провести оба офигенно соваться туда не зная что там происходит такой себе вариант не очень веселый чтобы мне тут такого сделать хорошего маны дают 18 знания дают 20 знания пока что мне не надо деньги деньги денежки очень даже ополченцы 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 вы мои да проблема с этим давай пока деньги пусть капает мой лорд мне сообщили что здесь только что высадился отряд разведчиков тигранов они у санкт-тейта вы реально что ли прикалываетесь но куда еще отряд разведчиков нам снова нужно защищать родные земли от лазутчиков и вражеских армии которые за ними последует ну-ка бздец вы серьезно здесь это борон дурацкий здесь у меня нет обороны от слова совсем здесь блин эти паршивцы а этот уже смотрите-ка задумал чего город свой назад забрать ладно огненные плевки есть дети достаточно сильны дополнительная мана 60 единиц хорошо теперь этой каста смогу делать в манежите российский город теряет население можно применять очень даже давай чуму или подождите что там еще за ритуал был ритуал темный жертвует чтобы создать кадавров нет темный ритуал мне пока что не надо манежите очень даже то есть эти поганцы буду теперь бегать и меня доставать но нужно уничтожить кладбище может быть мне дадут какие-нибудь войска было бы неплохо кадавры я сюда захожу на настоятельный бой кладбище здесь большое оживление мертвецов это мои будут восставать против меня живые мертвые не должны по идее восставать что мамонты мамонты вы мои бойцы облазнять здесь некого мне бы добраться до могильных архонтов и может быть пехотинца взять у них и сопротивление неплохое это не лучники нужны которые будут защищать города у них физическая атака давай больше монтиара тоже убегайте сюда кадаврики гаврики кадаврики вас подлечить сразу же а по та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та ну и пропуск посмотрим что не буду делать куда побегут а сюда побежали атаковать я себе почти урона вот что такие мощные расстояние с перекрытия и такой дамаг офигеть а вы издеваетесь все сюда побежали нет не все один побежал фигачить кадавров 9 их сюда беги за ним беги крик здесь мне ничем не поможет напугать и искренне всего не смогу починить нежить 63 процента 49 процентов слоняра давай врывайся в лучников бам есть такое дело порой слоняра врывайся во вторых лучников хорошо оба заблокированы теперь попытаюсь подчинить управляемая нежить хорошо и 624 давай вот этого теперь эти не добегая ни хрена ты можешь принципе с лука немножко его продамажить ну совсем чуть-чуть буквально до после этого с фланга нет не получится там зайти с фланга как-то и все огонь и что и нет не догнал хорошо этим тоже разобрались офигительно что ты уже и так элита по сути страх выживаешь на вызываешь прям страх жуткий подходим я сделал конечно она давай кадавр врывайся опа нет повышения к сожалению здесь нужно из пехотинцев сделать еще одного кадавра конечно же безусловно научники вы бегите 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 оттуда мне армия еще понадобится сражаться с разведчиками дурацкими так все жду пока он подойдет а то 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 нет не дотягиваюсь а если вот так вот так дотягиваюсь об об мамонт врывайся лабинс теперь вы пусть 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 и на себе чуть не сдохли порой то есть они в принципе не выживут после этого боя я понял здесь подлетаю скачок уже применить нельзя то есть только на зеленом я могу скачок применить аршива так-то ладно если что я могу кадавра по сути поднять поэтому подбегаю сюда пиняку ему разочек долбану вот этой какой мне кадавр вот этот прокачанный беги 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 сожрать можно кстати сожрать вполне себе можно ладно пропуск так кадавра не добегает нифига если поднять нежить вражескую я не могу только своих ну и добивай тогда нет повышения нету но самое главное что я починил себе лучника я так понимаю получаю я его навсегда задание выполнено я получаю щит щит против атак спереди дополнительные две брони и еще дополнительная защита а это что излечить заболевание убирает все негативные эффекты но не самые полезные артефакты конечно но щит нормально берем излечить болезнь это ты будешь у нас болезни лечить кадаврики гаврики кадаврики это хорошо кладбище уничтожено можно посмотреть что там у нас под землей ты не повысился ни хрена 15 опыта надо всего вообще пять единиц ну сразиться нужно тогда с этими а потом взять вот эту вот штуку надо как-то так сделать чтобы они туда не смогли добраться я в реке кадаврики сюда лучник пойдет город у меня охранять потому что здесь он уже поронячий погонячий потерянная душа его не остановит кажется ни хрена здесь у нас уже хотят хотят забрать назад свой город присоединять не получится скорее всего потеряю я там этих посмотрим что это будет все таки нужно вызвать духа и быть вот тут и на разведку его отправить мне нужно понимать что происходит мне нужно понимать что здесь творится бегут ли на меня войска или он уже отступил полностью и можно забрать назад свой город получать дополнительные знания 123 единицы золота есть хорошо конечно что я мог бы здесь сделать полезного обсерватории мастерские такое все либо нанять сколько у тебя содержание 4 золота 5-4 золота а у тебя у тебя 4 золота гарпунер конечно получше в этом плане но нанимается долго и стоит до хрена пока что не могу себе такого позволить вот этого кадавра я пожалуй отправлю на разведку под землю посмотрим что там происходит вообще конечно сейчас развалятся ай блин сколько у тебя здоровья 2 ну все он на следующий ход откиснет если ясно ну пропуск да посмотрим несутся атакуют а а у них полный отряд получается весьма вероятно победа давай сразимся поганец надеюсь сюрпризов больше таких не будет разведчики блин под кадавр еле живой ничего отвлечь он как минимум может а у них мораль очень паршивая из-за того что они здесь не любят жить в этом ландшафте гепард что ты кровотечение вызываешь наскок понятно все с тобой полченец наскоком интересное решение этот с бегом разведчик здесь тигран мародер ну не самые сильные на самом деле ребятки вот этот охотник на чудовищ сильные это что обратиться пантерой она может и плеваться заклинаниями может обратиться пантерой до конца боя обращается в пантеру лечится на 15 хп то есть ее желательно убить сразу не покуцать этот бросается какими-то клинками кромсатель ну я думаю справлюсь они самые сильные здесь бойцы кадаврик отступай оттуда отступай 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 просто так не надо умирать здесь наоборот здесь наступление идем душой нужно их запугать деморализовать и соответственно после этого отпинать а еще очаровать кого-нибудь было бы неплохо прокачать кадавра тоже до воскрешения хотелось бы посмотреть что за воскрешение скорее всего после битвы он постает из мертвых этот не дотягивается ни хрена здесь уже мародер и разведчик блин ухом я тоже не дотягиваюсь ухом 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 ну ладно беги сюда что я всегда могу тебя возродить можно в принципе пытаться запугать одного давай вот так сработала защита талко ну тогда сокрушительный удар мамонт критический бэмс 44 калека хе-хе-хе нормально вполне не дотягиваюсь давай привок оп но добить не получилось здесь займем вот эту позицию посмотрим что они будут делать мамонта вот на эту позицию кодаврик отступай как там вот так ну давайте а они все сюда пошли и сюда пошли осечка хорошо будет заплевывать это вот больно это прям очень больно опять осечка и пытаются мамонта моего загасить ты гляди ты гляди что творится о скачок так а ну-ка давай-ка это со скачком товарищ либо кромсатель мне мистика бы на самом деле очаровать давай беги сюда попробую мистика забрать тут самый интересный оу ха-ха серьезно хорошо хорошо давай с фланга вот этого атакуем еще опа офигительно офигительно ты тогда сюда беги лабынс лабынс разобрался этот здесь самый неприятный товарищ здесь фланга заходим хоп-хоп-хоп погрыз ну и атакуй ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну не получится у тебя ничего здесь надо применить исцеление обязательно Маманта подлечить в следующей битве, чтобы он мог как-то сражаться маломальски. Ну и получается, что все. Здесь Дев. Здесь Дев. Кадавр. Гавр, Кадавр, беги сюда. Пусть тебя убьют. Вот так вот, хорошо. Обратиться Пантерой. Оп. И есть наскок. Нифига себе, у Пантеры 52, здоровье. Нормально. Вполне себе. Подожди, а что она? Серьезно? Она не обращенная теперь? Ой, ой, ой. А как так-то вообще? Я теперь ее должен убивать. Блин, вот это я лоханулся. Офигеть. Просто офигеть. А че так? Ладно. Пойдем убивать. Подстава, блин. Ой, подстава. Возродить Кадавра. Вот так вот. Остался я без бойца. Мне бы этот боец пригодился. Ой, пригодился. Ну, буду теперь знать, что так делать нельзя. Оп. 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 Все. Разведчики уничтожены. Этот обзорный башни крушит, дурацкий ворон еще. Чем тебе обзорная башня помешала? Непонятно. Это что такое? Выбранный дружественный город окружается ядовитым туманом, который выделяет сгнившие трупы. Вражеские боевые единицы, проходящие сквозь газ, получают урон ядом и болезненную слабость, если не защитятся. Интересно. Давай, это заклинание мне нужно. У меня оборона, оборона, оборона. Прям капец. Ты прокачался? Прокачался. Красавчик. Тогда что нужно взять тебе? Что нужно взять тебе? Приручить животное. Вкусство друида. Дикий гнев. Вызывает кровотечение. Кровотечение это при атаках. Это неплохо, кстати. Неплохой вариант, но сопротивление, мне кажется, было бы получше. Забустить всю армию. И остается у меня что? Остается у меня два. Взять здоровье. Обужденный дух. Ну, это не очень нужно. Давай хп тебе еще поднимем. Это более полезно. Ты тоже прокачался? Тоже прокачался. Отлично. Сейчас еще будет дополнительное повышение за счет вот этой стеллы. Использует отчаяние. Эта боевая единица пользуется отрицательными эмоциями своих жертв и наносит дополнительный урон. Серьезно? За каждую степень отрицательного боевого духа. Если у них дизморалька, я получаю дополнительные три единицы урона. Эта боевая единица может подвергнуть свою цель в отчаянии. После чего-то получает штраф. Не совсем понятно, это при атаке или это способность. Если способность не самая-то интересная. Сожрать труп пока что я тоже не буду брать. Вызвать страх неинтересно. Вампиризм? Ну... При рукопашке. Давай приспешник порока. Возьмем бич сил добра и здоровье еще. Приспешник порока. Дополнительный урон огнем, животным, фанатикам, феям и сторонникам добра. Нормально. Нормально. Мне очень даже нравится. А ты, давай, на защиту города. А то ворон там не дремлет, ломает обзорные вышки. Поразительно. Ты, войти в подземку, посмотрим, что здесь происходит. Смотри, это хижина мудреца. Эти так называемые мудрецы изучают расы и их историю. Приняв у них знания, ты сможешь управлять расой с максимальной эффективностью. Чем дольше ты управляешь расой, тем больше твоя сила. Поистине, великие предводители вдохновляют своих последователей на невероятные подвиги. Вот это что ли башня мудреца? Просто обзорная вышка. Что такое? Пушка. Нейтральная. Куда это ведет? Кто построил эти мосты? Возможно, именно поэтому Саутгейт внезапно пал много лет назад. Я должен провести расследование. Я полностью согласен. Должен провести расследование, конечно же. Тут, кстати, форты. Каменные. Инохранник всего лишь. Ты давай за золото. Мне золото нужно, капец. Здесь бы подзимкаем построить городишко. Городишко, городишко. Поселение для этого нужно. Этот форт. О, а тут смотрите-ка. Природные материалы. Производственные, вернее. А не природные. Это бы мне понадобилось. Ладно. А второго я отправлю тогда тоже на разведку туда. А то нечистые ходы. Того самого. Откиснут. Бери. Значит, повышение. Опа-на. Все прокачались. Этот теперь получает воскрешение. Кадаврик. Гаврик. Кадаврик. 42 здоровья. Будет воскресать. Это офигительно. Ну что, чемпион теперь. Дополнительное здоровье. 70 хп. При таком сопротивлении там тоже неплохо. Ну и герои прокачались. Это самое главное. Значит, ты пятого уровня. У нас теперь. Призывает духов предков на помощь в битве. Духи помогают вам до конца боя. Стоит 20 маны. Это клево. Это надо будет изучить. Родный целитель. И действует на машины и нежить. Не нужно. Приучать животное. Может пригодится на самом деле. Каких-нибудь животных приручать. Пополнять ряды армии. Но искусство друида тогда надо брать и заклинание, чтобы было у меня. Или взять приручить животное. Здесь животных не так много, но они все-таки попадаются. Нет, это сейчас не самое полезное. Запутывающие корни. Замедляют передвижение противника. Это тоже важно. Кровотечения. Не, давай, значит, возьмем, где этот. Искусство друида будет 25 маны. Хорошо. Я здесь. Вызываю изнаряющую лихорадку. Вытягивает энергию. Атакованная цель. Эта боевая единица может выкачать из нее энергию. Пораженные единицы теряют 50% хода. Блин, нифига себе у него тут всяких... Интересных особенностей. А еще большое воскрешение нежити. Воскрешает указанную боевую единицу. Нежит передает ее команду. Это тоже надо. Это прям капец как надо. Когда будут бойцы третьего уровня, их тоже ж надо воскрешать. Блин, все интересно, все хочется. Проклятие накладывать я не буду. Подвергать это я не буду. Вытягивание энергии. Лихорадка. Особенности у него шикарные. Мне нравятся. Защита от яда за единицу тоже можно взять. Что же, что же, что же. Нет, я подожду еще уровень. Я же могу повыситься. Да, я могу повыситься в принципе. Еще раз и возьму большое воскрешение. Это более важно. Подожди. Это мой, я уже прокачал все. Это мой, я уже все прокачал. Прокачал. Почему-то это природная сопротивляемость. Не действует на самого Тиграна. У него нет защиты от яда. Это очень странно. Ладно, не суть важна. Здесь легендарный. Я не уверен, что получится справиться. Ну, посмотрите, я могу, правильно? Давайте глянем. Человек. Приносящая смерть. Неутомимый теневой шаг. Проклятие гуля. Интересные какие. Третьего уровня. Баньши и Потерянная Душа. Ну, Потерянные Души не опасны совсем. А вот остальные. Но силы примерно равны. За счет магии я должен вывести эту катку. Получу артефакты. Получу буст для города. Было бы неплохо. Тут бессмертная армия. Дает свойство бессмертия. Подожди. Что это? Чистые хода возвращаются к жизни. То есть мне нужно заканчивать бой очень быстро. Получается так. Острые корни. Острые корни. Давай вот так. Оп. Теряточки действия. После этого слонами. Духами. Духа надо убить. Самого первого. Слоняру нужно полечить сразу же. Сразу же, сразу же. Ты подходи поближе. И пропуск. Так. Все. Он сразу же ворвался. Буду его убивать. Вторая тоже побежала. Тоже скачок. Ага. Героя хотят замочить. Логично. Так. Та-дам. Духовная уязвимость. И у того, и у того. Слоненный дух. Починить нежить. Пробуй. Нет. Задоминировать не получилось. Атакуй тогда вот эту вот. Ведьму проклятущую. И добивай. Избавился. Инерция. Побежал. Атакую. Бам. Кадаврики. Атака с фланга. Кусь, 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 кусь. Все. Разобрался с двумя. Самыми опасными. В принципе. Героя они победить не смогли. Здесь уже заклинаниями я не смогу пользоваться. Маны нет. Пам-пам-пам-пам-пам. Блин. И тут я не дотягиваюсь опять же. Ни хрена. Ладно. Давай. Сюда. Хотя бы. Рильнуть немножечко. Здесь давай мамонта поставлю. Завершить ход. Через три хода они воскреснут. Ой. Ворвался. Героя хотят убить. Он сильно не нравится. Что я могу здесь сделать? Могу поднять кадавра в принципе. А из этих нельзя. Вот из этого могу поднять кадавра. Но я так и сделаю. Он тогда не воскреснет. Поэтому поднимаю кадавры. Здесь слоняра. В бой. Оп. Оп. Хорошо. Как бы мне тут лучше поступить. Убей вот эту. Инерция удара. Разворот. Убей вот эту. Ну. Второй инерции удара к сожалению нет. Кадавры не добегают. Можно. Пожрать наверное. Да. Вот это. У панши нет тела. Ладно. Нельзя пожрать. Духи против духов. Давай. Быстро. Писли. Ладно. Кадавр. Бегите сюда. Сколько он урона нанесет? Шесть. Шесть урона. В принципе. Лучше. Пожалуй. Отступить. Та. 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 Ф. Уже воскресает. Так быстро. Какая себе. Убей его тогда. Духа этого дурацкого. Стань-ка вот сюда. Чтоб они не могли воскреснуть. Ну а здесь нужно добить. Это все. Получилось у меня. Зачистил. Еле живые все. Просто. Лучше бы он конечно погиб. Тогда возродился. У него было бы больше здоровья. Так мне его лечить. Особо то нечем. Он так регенится по чуть-чуть. Задолбется он регенится. Сильно покоцанная армия у меня. Мифическое оружие. Первый удар. Первый удар. Ну первый удар это неплохо. Еще 400 золота. Подгон. Первый удар это очень даже неплохо. Давай. Так. А еще это и силу в рукопашной. Ой-ой-ой-ой-ой. Себе. Давай-ка тебе тоже меч подгон. Что-то мне делся. Меч подгон. Все нормалек. Ты отправляешься туда. Мы отправляемся лечиться. В город. Само собой. Надо теперь зачистить вот эту вот фигню. Чтобы здесь было производство. Как только город вырастет. Это даст 20 производства. 10 магии. 10 науки. И еще это и рост мертвого. Библиотека. Майных искусств. С этой стороны наконец-таки не будет никто меня поджимать. То есть. Вот эти два города нужно мне охранять. Ага. Уже он бежит. 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 Надо тогда план перехват сделать. И убить его. Давай. Давай вот так. Ну что ты? Давай иди сюда. По одному шашку делает. Атакуем. Ага. Ооо. Они маскируются нормально так. Нифига себе. Замаскировались. Ну давай самостоятельный бой. если я разберусь с этими двумя пачками в принципе у него останется не так много армии основной город я у него захватил нанимать не будет так просто еще конечно второй чувак шарами че убил убил сразу что же творишь то чудо-юдо я так могу всю армию потерять конечно запросто будет фарболами меня закидывать происходит он атакует моих забрасывает забрасывает гарпунами гарпунеров у него достаточно обездвиживание у меня же мана есть да у меня есть мана я могу тоже огненными шарами запросто орудовать эти чё-то медленно очень ходят ребятушки почему так медленно ходите ну не дотягиваются ни хрена клятва соседа что ли клятву только делает этот обездвижен ну давай попробуем насчет клятвы нельзя применить к этой цели ясно понятно понял принял кого мне без движечь давай вот этого попробуем есть обездвижил и не убежит так вы гарпунеры ледовезы налетчики в атаку еще один гарпунер а вот здесь нужно остановить тесиков нет сработала защита не про канала отойди назад тесиков да что ж такое два раза сработала защита вы издеваетесь надо мной почему два раза то защита срабатывает тебя что огненная атака но огненная атака частично только лишь ладно бей его раз срабатывает защита постоянно нужно от этого засранца избавиться в таком случае что ну ты даешь серьезно так тут боевой клич и гарпунеров атакуем оп хорошо 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 да не очень хорошо здесь как-то у них перевес силах моет пока доберутся моих размотают бойцов размотают бойцов размотают сколько здесь здоровья 21 36 это здесь живой пес парбос у него хода все равно нету меня беспокоит огненный элементарь с его плевками вообще заплюет сейчас одного насмерть плюс он еще взрывается защита от огня ото льда от яда малый элементарь называется какой-то дохрена он мощный налетчик 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 самолетчик здесь 16 здоровья вот этого можно убить насмерть 1 ладно давай вот так уничтожить противника чё минус 1 просто шо тает поганец 2 убили и ведьмы тоже очень опасные ну да я похоже здесь проиграю грамотно засранцы рожаются очень грамотно так ну и что это противники это тоже противники в этот баф висит гарпунеры закрыли медорезов этот до сих пор блин не может ходить здесь я не доберусь придется как-то разделяться давай ты атакуй вот этого хорошо то есть у тебя сейчас защита от огня правильно нет у него защита ото льда дополнительный урон огнем ну давай тогда сделаем вот так вот и врыв получилось его полностью победить здесь все тут у меня велики ведьму атаковать ведьма уже есть лечение да и чё передача боли у тебя есть серьезно связано с кем-то другим а с кем связан это то есть она когда вешает вот этот баф ее урон передается на него так что ли это работает это да вообще супер могущественная получается здесь у меня почти не осталось хода атакую гарпунеров таком случае пёсика 2 здоровья добиваю обездвижить вот этих вот нет сработала защита и да что ж ты будешь делать с тобой но такой так получается что все делит такой щекам хана не пережили не эту битву униоров тоже запинали да жестко конечно меня обижают очень жестко бездвиживание заморозил офигеть вы чё серьезно то есть я могу только ведьму бить это бессмысленно откровенно у гарпунера я допустим убью да пущусь вниз кину в него он сдохнет но это мне не поможет прикол в том то этого не убьет налетчика грохнет давай налетчика уничтожим здесь добиваю а нет он не полностью замерз то есть он атаковать может давай ты тогда добивай тоже здесь бегом надо этого ледоруба отпинать ты освободился наконец-то молодец все давай маны больше нет здесь моего последнего сейчас размотают и что у него два три четыре четыре бойца еще а у меня примерно ни хрена ведьма просто обошла в спину все убили паразита хорошо что у меня остается только четыре копейщика против огненных элементарий не знаю как я их буду убивать у него уязвимость для льда а может быть что то и получится если долго мучиться давай обрываюсь этим засранцам разобрались давай теперь сюда это тоже поближе будем единым фронтом наступать ведьма супер противная гарпунера надеюсь не сработает обездвиживание серьезная то есть одного он выбил из боя одного он выбил из боя ну здесь атакую убиваю гарпунера дальше этот ни хрена не дотягивается ведьма заплюет капитально это тоже не дотягивается но вы блин ладно обходи тогда сюда обходи сюда это уже блин если я пойду могу и не вывести так то эту катку запросто просто гарпунер это дурацкий обездвижил ладно давай надо ведьма убить в первую очередь попытаюсь с огненными плевками будут закидывать нет лечение уже откатилась 14 просто 13 в ожогах еще и позиции удачно супер удачно заняли этот ни хрена не добегает пока он добежит моего бойца убьют тут можно с фланга конечно зайти одним это уже наступление давай нельзя ждать здесь фланга только этим ну атакую ведьма что делать давай большой вампиризм сильно помогает в этой битве конечно ну давай что тут будет посмотрим сейчас будет заплевывать жестко прям бам в ожогах бам труп добивает да труп вот это странное решение на самом деле здесь обхожу атакую сзади здесь становлюсь вот так вот добиваю ведьму чисто за счет блин вампиризма они вытаскивают если бы не было вампира вообще бы была задница полная убить не должен он всего лишь два раза атакует нет а почему три раза ты же отходил тю блин очень странно это вот очень странно сейчас было ну давай врыв три атаки бам 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 у тебя есть смерть во взрыве да есть смерть во взрыве то есть они оба сдохнут или беги вор в розбеге ты сюда подойдем деф деф завершить атакую вам вот это сражение просто армии друг друга уничтожили осталось 2 еле живых бойца от отступаю отступая надо лечиться что охранник кто-нибудь остался ой-ой-ой серьезно серьезно у него еще целый стак бойцов да ты чё да ты чё это паршиво отступаю отступаю причем отступаем сразу в город такое вот себе мероприятие не получается мне задавить его армию никак он здесь что больше не стоит оселение еще два хода видимо они тоже сюда убежали в этом направлении на подмогу переменным успехом сражение проходит ну и на этом давайте пока что остановимся друзья всем спасибо за просмотры лайки и комментарии счастьем здоровья удачи и до новых скорых встреч пока пока